Профессор университета Джонса Хопкинса Виктор Серебряный с нами на связи. Здравствуйте, господин Серебряный. Здравствуйте, Грэм, здравствуйте. Ну, очень много вопросов пришло к вам с того времени, как вы выходили в наш прямой эфир и комментировали те вопросы, которые к вам приходили. Вот зрители снова их задают. И, в частности, хотела бы начать с такого вопроса, который, возможно, покажется вам провокационным, но так или иначе наша зрительница Инна пишет, как всегда будет казаться профессор Серебряный объективным, но в итоге скажет, что Украина какая-то мутная. Он скрытый путинист. Что можете по этому поводу сказать? Вы скрытый путинист? Обязательно. То есть другого мнения быть не может. Я, конечно же, я путинист, поэтому я и моя семья десятками тысяч поддерживает украинских военных, украинских блогеров и прочее, прочее, прочее. Ну, тут говорить трудно что-либо на эту тему, но то, что ситуация с Украиной не совсем чистая и ясная, это понятно всем людям, которые заинтересованы в окончательной и бесповоротной победе Украины над этим злом, которое сейчас происходит. И поэтому, если задающий вопрос считает, что муки там нет, то он смотрит в какую-то другую реальность, а не в ту, в которую смотрю я. А насчет провокационности вопросов, любой интересный вопрос должен быть провокационным. Потому что я тебя спрашиваю то, что ты и так знаешь, и все остальные в курсе, то, в общем-то, интерес явно снижается. Что касается того, что вы сказали о том, что история мутная, что вы имеете в виду? Я имею в виду то, что официальные каналы, официальные контрпропагандисты и официальные блогеры наиболее раскрученные показывают нам несколько, я бы сказал, такую украшенную картинку того, что происходит на самом деле. На самом деле ведь есть четыре войны, о которых, наверное, есть смысл говорить. Ну, первая война – это та война, которую показывает первый российский канал и которую транслирует генерал Коношенков. Конечно, она весьма далека от действительности. Конечно, мы понимаем, что это, мягко говоря, передергивание фактов и не совсем честное, если просто нечестное освещение событий. Но мы должны понимать, что примерно 70-80 миллионов человек видят войну именно так. Вторая война – это как бы контрпропагандистская война, во главе которой стоят такие люди, как Подоляк и Арестович. Ну, безусловно, намного более талантливые и тонковедущие, но это тоже контрпропаганда. И тоже, когда мы слышим про, понимаете, украинских набелунгов, которые побеждают орков и чмобиков, то хочется тогда возникнуть вопросу о том, а что на самом деле там происходит. И я, к счастью, имею возможность общаться с непосредственно участниками боевых действий. И это третья война. Украинские солдаты, офицеры описывают войну, ну, мягко скажем, не совсем так, как их описывают первые две войны. Это грязь, это горе, это боль, это тяжелейшие условия, в которых находятся не только орки, но и нубелунги. Это постоянное отсутствие, где что жрать, где что, где спать. Это постоянное воровство, это постоянная подкупка итальянских берцев и бронежилетов. Это же факты, это никто не будет отрицать из людей, которые честно и спокойно оценивают эту войну. Ну, и четвертая война, наверное, это та война, которую видит весь остальной мир, вот то, что происходит. И когда бельгийской домохозяйке рассказывают об ужасе этой войны, поверьте, ее намного больше интересует, почему йогурт подорожал на 10 евроцентов, чем то, что происходит под Бахмутом. И поверьте мне также, что на Западе никто не боится российской армии после того, как украинская армия разрушила этот миф. Поверьте мне, никто не думает, как российская армия будет брать Варшаву, Льерш или Париж, после того, как они видят, какие успехи у них под тем же самым Бахмутом или Авдеевкой. Вот такая вот ситуация. Поэтому, если мы честно и спокойно будем оценивать то, что происходит не только в России, но и в Украине с этой войной, то результат будет лучше, и страна будет чище, и элита будет достойнее и лучше себя проявит, и будущее будет более яркое, а не мутное. Ну, как-то так. Что касается Крыма. Писали тоже наши зрители, в частности, что наиболее такой, наверное, простой ответ – это то, что де-факто Крым находится под контролем России, но де-юре он принадлежит Украине. Но вы этого ответа не дали. В связи с этим породили такие сомнения в отношении вашей позиции. Что можете по этому поводу сказать? А ничего особенного я не добавлю. Я считаю Крым моим, и никаких уступок и всякого рода танцев с бубнами здесь не будет. Я ответил ровно то, как я считаю. А на всякие юридические и прочие все моменты у вас достаточно есть экспертов, псевдоэкспертов и комментаторов, которые вам надают массу ответов. А я никому ничего не должен, чтобы меня где-то кто-то спрашивал мое мнение и давил на меня, чтобы я так сказал или иначе. Идите в задницу все, кто спрашивает это. Спрашивают вас также, говоря об экспертах, чем Серебряный отличается от Соловьева, Симоньян и прочих? Такой вопрос задает наш зритель. Это простой вопрос. У Соловьева и прочих-прочих, так же, как у Арестовича и у Подоляка, есть хозяева. Есть люди, которые им дают определенное задание. И есть люди, которые дают им определенные цели и навигацию, куда двигаться. У меня таких хозяев нет. Я сам по себе. Вам, может, не нравится то, что я говорю, это совершенно нормально, но я говорю искренне. И мне нечего, как говорится, скрывать и мне нечего играть. Мне не нужны ни лайки, мне не нужны ни деньги, у меня нет своего канала в Ютьюбе. Мне это абсолютно все наплевать на это. Мне важно, чтобы люди понимали, и пусть их будет 5% этих людей, но я говорю искренне, и есть люди, которые понимают, что я говорю просто правду. А правда, она простая, она очень-очень какая-то независимая. И как только люди начинают усложнять, начинают говорить вот с одной стороны, с другой стороны, они, как правило, передергивают или недоговаривают. Правда, она кратка и она очень проста. И в этой ситуации, мне кажется, кто-то должен, ну, и ее освещать. И если у меня будет 2 из 10 человека, которые слушают это и понимают, что это важно, я счастлив. Мне плевать на остальных 8. Вот в чем дело. Мне не нужны они, мне не нужно от них ничего. Если вы не понимаете, что я говорю, почему я так говорю, ну, называйте меня, Господи, путинистом, там, Соловьевым, кем угодно. Мне же жить своей жизнью. Почему мы попали в, наша команда попала на ГРЭМ? Очень простой ответ. Ровно потому, что нам нужно было найти журналиста, который осветит проблему с большой фармой, которую мы нарыли. Мы полностью провалились. Ситуация не работает, это как есть. Поэтому наша группа из 18 человек, из которых там по всему миру врачи, ученые, даже есть министр один, решили, что мы оставляем ГРЭМ как своего рода источник на будущее. Мы поддерживаем ГРЭМ, мы любим ГРЭМ. Но ничего подобного, чтобы мы могли сейчас особо говорить, кроме как отвечать на ваши вопросы, мы здесь делать не будем. Мы оставляем ГРЭМ как возможный источник будущих наших свершений и побед. Если такой победы не будет, то нам особо нечего и сказать. Если такая победа будет, у нас будет ГРЭМ, через который мы начнем транслировать действительно важные вещи, которыми я занимаюсь последние 13 лет. А корчите себя экспертом по различного рода вопросам, ну, ей-богу, мне это неинтересно и мне это не нужно. Кстати, первый признак того, что я не корчу, помните ту историю, которая насчет здоровья Путина, которая 700 тысяч просмотров собрала? Конечно, да, очень громкая. Сколько источников ко мне обратились, чтобы я дал интервью и то есть, я дал хоть одно интервью? Нет. Потому что мне это не надо, мне не надо скакать отсюда, оттуда и делать вид, что я супермодный и мощный эксперт. Я благодарен ГРЭМу, но мне не нужно раскручивать себя как специалиста по тем вопросам, которые мне а неинтересны, б в которых я нифига не понимаю. Зачем мне это делать? Ну, эта история действительно вызвала резонанс и политолог Валерий Соловей комментировал и как раз подчеркивал вашу компетентность в том числе и в этом разборе, поскольку вы не спекулировали, а говорили вот как специалист довольно взвешенно и сдержанно. Он отметил это в том числе в своем стриме. Да, но вот что касается... Мне ничего добавить, извините. Что касается экспертов, вообще их компетентности, поскольку вы тоже комментировали уже в одной из программ, говорили об этом, высказывали с точки зрения, сейчас очень много экспертов по всему. Это действительно так, в том числе, когда был ковид, это был ковид, война, значит, все политологи. Но вот сейчас, что вы можете сказать, кому из экспертов вы доверяете, кого считаете квалифицированным, может быть, по теме Украины, кому можете довериться и кому прислушиваетесь? Ну, давайте так. Москва, 1967 год, Хорошовка, ранний июнь, тополиный пух. Мы его поджигаем спичками, мне 7 лет. Мы сидим на бордюрчике около лавочки, и я рассказываю двум слушателям, одному из которых 4 года, а второму 5 лет, как я воевал с фашистами. И я понимаю, что они не совсем доверяют мне, поэтому я начинаю добавлять правильные вещи. В частности, я говорю, а вы знаете, ребята, как страшно воевать? У, когда фашист идет с кинжалом на тебя, и я вижу, что они начинают мне верить. Вот многие эксперты сегодняшние мне напоминают именно вот этого Витя Серебряного 1967 года. Когда у них нет ни фактов, ни инсайда, ничего. Но у них есть четкое понимание, как возбудить слушателя и как привлечь его внимание. Поэтому в сегодняшнем интернете, и не только русскоговорящем, в разных сегментах, есть масса балаболов, есть масса комментаторов, есть масса людей, которые очень хотят высказаться и готовы на всем, готовы манипулировать, готовы передергивать факты, лишь бы их слушали. Значит, для того, чтобы четко понять, кто есть эксперт, давайте проведем такой эксперимент. Уберите русский язык из всех людей, которые говорят в русскоязычном интернете. Просто уберите его. Скажите, давай так, ты будешь говорить по-норвежски, а ты будешь говорить по-фински, а кто-то будет говорить на суахиле. Как вы думаете, сколько человек в мире будет слушать то, что эти люди с важным видом будут вам рассказывать? Ну, несколько единиц, человек пять будут думать, ну, странно, откуда он знает суахиле? Это и будет главной реакцией того, как люди оценивают экспертов. Эксперт, посему, должен быть таким, который вне зависимости от того, каким приемом и какой доставкой информации он пользуется, обладает компетентностью. Я эксперт в двух вопросах только, и это точно не ковид, и не война в Украине, и не все остальное. Я эксперт в антитромбоцитарных препаратах, которые используются больными после инфаркта или инсульта. Что делает меня таким экспертом? Назовем три вещи. Первая вещь – это более 400 публикаций в англоязычной peer-reviewed, как бы в топовой прессе. Второе – это продажа трех патентов в большой фарме по антитромбоцитарным препаратам. Не так легко получить патент на подобного рода вещи, а вот продать этот патент – это надо сильно долго работать в ЦК Комсомола, поверьте мне. Это очень серьезное достижение. И третье – я читал лекции во многих странах мира на английском языке, естественно. И есть масса кардиологов, неврологов, различного рода специалистов, я уже не говорю про фарм-представителей, которые готовы слушать меня часами, чтобы понять, а, что происходит на самом деле, и, б, какую опасность я представляю. То есть я так называемый негативный эксперт в этом вопросе. Второй вопрос, и последний, в котором я действительно эксперт, это что происходит с американскими государственными органами и различными ветвями, начинает Госдепартамент и кончая ФБР, когда ты пытаешься расследовать большую фарму. Здесь у меня источники, грубо говоря, проваленные возможности, больше, чем два десятка прокуроров, ну и не говоря уже про различного рода агентов, спецпредставителей и прочее, прочее. Я знаю, как эта система работает, и точно знаю, что не надо делать для того, чтобы добиться успеха. Вот в таком положении я являюсь экспертом. А то, о чем мы сейчас с вами говорим, это милый и спокойный разговор двух, в общем, уважающих друг друга людей. Вот и все. Хорошо, что вы это прокомментировали, поскольку о вашей квалификации многие спрашивали, и вы ответили на этот вопрос в том числе. Ну, чтобы немного сбалансировать, поскольку выходит, как будто я вас только критикую, Ирина пишет, «Умён, образован, неординарно мыслит и совершенно свободен в высказываниях, но так многим неудобен тем, что нет штампов в ответах привычных сегодняшней повесткой». Ну, вот такой комментарий от Ирины. Будете хорошо. Ну, спасибо, Ирина. Конечно, конечно, вы понимаете, друзья мои, мы когда слушаем вот интернет этот весь русскоязычный, мы его все время фоном слушаем. Мы как бы делаем что-то, там, готовим обед, или там что-то читаем на другом компьютере, а это мы слушаем. И всегда приятно, когда ты вдруг застываешь на секунду и думаешь, «А, вот здесь интересное слово человек употребил, а вот эта мысль действительно стоит того». Это же и есть радость, это же и есть радость общения и радость понимания, что ты не зря живёшь на этом белом свете. А когда фоном это идёт, ну, ребята, это же трата времени, это никуда. Вместо того, чтобы просто что-то слушать и что-то делать вид, что вы очень самодостаточны в этом, ну, сделайте что-нибудь полезное. Не знаю, там, пойдите, заработайте пару копеек, перечислите украинским воинам, например. Ну, такая мелочь. А не стучите по клавишам и не кричите, что вы большой патриот Украины, а серебряный финист там, где я там работаю, на это самое, как это называется, ФСБ, вот и прочее КГБ. Нет, это не так. Людей из КГБ я знаю, многих знаю. Людей из КГБ, моя юность проходила между этими людьми, моя мама консультировала, была главным консультантом всех КГБшных педиатрических случаев. Я отдыхал в пионерском лагере КГБ, я отдыхал во время различного рода студенческого времени, просто в полувоенных пансионатах КГБ. Я знаю этих людей, они не так тупые, не так глупые. Во всяком случае, 40 лет назад они были многие очень достойные, очень хорошие и симпатичные люди. Я знаю их по работе в ЦК Комсомола, я знаю их из комитета молодежных организаций, включая товарища Рогозина, которого в задницу ранили сегодня. Я знаю товарищей из общего отдела ЦК, я помню их, я воспитывался вместе с ними, я понимаю их, я больше вас понимаю, почему Путин так себя ведет. Я это чувствую, вы смотрите на него как чудовище, и он действительно чудовищен, но я более понимаю, как он воспитан, я понимаю, в каковых условиях он жил, я понимаю все его рефлексии, и я многое чувствую, и я не оправдываю его, он чудовище абсолютное. Но для того, чтобы лучше и больше бороться с этим чудовищем, надо лучше и спокойнее его понимать. Не просто извергать фонтаны ненависти, а пытаться понять человека, как он думает, почему он так думает, что можно с этим сделать. Вот такого рода вещи, они более понятны и уважительны, чем то, что просто извергать какую-то гадость на человека, обливать его ушатом помоев, и говорить, ох, какой я молодец, смотри, как я его уделывал. Так не надо делать, думайте, и вам будет счастье. Но попытка понять Путина не является ли попыткой его оправдать в каком-то смысле? Поскольку понимание и разбор его рефлексии, в том числе каких-то травм, это вызывает, ну, возможно, даже у кого-то какую-то эмпатию, а можно ли чувствовать эмпатию к чудовищу, который творит то, что делает, все эти зловещие действия? Не надо чувствовать эмпатию, не надо, эмпатии тут быть не может, потому что действие важнее рефлексии. Но понимать, почему он так действует, наверное, важно. Хотя бы для того, чтобы самому обдумать это. Ну, просто думать приятно. Ребята, родные мои, не слушайте вы просто так какую-то чушь и болтовню. Думайте, пытайтесь, вот берите один факт, второй факт, и сопоставляйте их. Анализируйте этот факт, и вот анализируйте его разговоры про крысу, Анализируйте то, что вспомните, в каких ботинках тряпичных он ходил подросткам. Вы что, хотите сказать, что у взрослого мужика нет воспоминаний об этом? Ну, конечно же, есть. Вспомните ту нищету, в которой он жил. Вспомните, что ему девчонки не давали. Вы понимаете, что у него есть с Абрамовичем одно общее? Подумайте об этом. Это жена стюардесса. Кто из вас когда-нибудь общался со стюардессами международных линий? Я общался в Советском Союзе. И скажу вам, что среди них был определенный пул девчонок, которые точно знали, что им надо выйти замуж. Кто будет жениться на стюардесса? Это люди, которым обычные нормальные девчонки не давали. Вот это вещи, которые надо понимать в Путине. И не надо никакой эмпатии. Надо просто думать и анализировать. Я вот как раз сейчас зашла сразу в Википедию, посмотрите, Людмила Путина была ли стюардессой. Мне кажется, она была преподавателем в школе русского языка, если я не ошибаюсь. О ком вы говорите сейчас про Путина? Я говорю про Людмилу Путину. Она была стюардессой. Может быть, подробнее ее биографию? Пожалуйста. А что касается... И по первому же Дмитрий Абробовича тогда тоже посмотрите. Она тоже была стюардессой. Но вам кажется, что вот эти факты, которые вы перечислили, они определяющие, становятся определяющими, когда человек стоит перед каким-то выбором? То есть, вот этим можно все объяснить, на ваш взгляд? Ну, конечно, нет. Конечно, если бы он не стал президентом России, он бы и остался ущербным и таким довольно шустрым мужичком. Нет, конечно. Но эти факты надо понимать для того, чтобы как бы осознать, что он делает и почему он это делает. Ведь ботинок с белой молнией впереди, металлической, вот такой подвалинок, вот посмотрите на этот ботинок, и все станет более-менее понятно, как это все работает. Это неистребимые вещи, их нельзя пережить, просто забыть, сказать, а, этого не было, у меня было счастливое детство. Не было у тебя счастливого детства, у тебя было очень тяжелое детство. Такое детство, как правило, транслируется вот в такую вот беду, которую мы имеем сейчас. Ну, а понимание Путина, его детства, каких-то травм и нюансов его жизни, поможет ли его остановить? Для чего это вообще нужно? Сейчас? Нет. Сейчас нет. 25 лет у власти сделало из него абсолютно самоуверенное, ироничное, и злое. Нет. Но чтобы как бы у следующих людей такого не было, и как бы следить за тем, кого мы следующим будем назначать или выбирать президентом, я настойчиво советую смотреть в детство этих людей. и тогда очень многие проблемы могут быть, ну, как бы, если не предотвращены, то во всяком случае уменьшены. Это важно. Для мальчишки детство – это очень важно. Если кто-то думает, что вот нынешний 63-летний Витя сильно отличается от того 7-летнего Вити, который рассказывал, как он воевал с фашистами, то это грубая ошибка. Мальчишки остаются мальчишками всегда. Еще про Илона Маска у вас спрашивают, голосовали ли вы в Твиттере по Маску? У меня нет Твиттера. Я Твиттер, а, не понимаю, б, мне кажется, у нас и так такое количество всяких соцсетей, всяких мессенджеров и прочей лабуды, что мне еще только Твиттера не хватало. Я с огромной симпатией отношусь к Маску. Он живой человек, он делает массу ошибок, но он искренен и он пытается улучшить мир. Заодно это я преклоняюсь перед ним. Он молодчина и все его критиканы и все прочее мне абсолютно неинтересны, потому что, когда ты критикуешь кого-то, ты должен из себя представлять подобного рода сопоставимую величину. и если ты сидишь за компьютером и клацаешь на фейсбуке по грязной клавиатуре, то ты можешь писать все что угодно. Маск сделал себя и он стал Маском. А вы, которые критикуете его, остаетесь ровно теми, кто вы есть и уж там догадываетесь сами. Еще вопросы, которые приходили и в частности зрители спрашивали про тему, которую вы развивали в предыдущих выпусках оружие и Финляндия. Вот могли бы вы, может быть, продолжить разговор об этом, если у вас есть какая-то новая информация? Нет, Анечка, у меня ничего нет, у меня только есть два вопроса. Первый, самый простой вопрос, это что там происходит, как будто тема отмерла, где все расследователи, почему никто не смотрит, что происходило с этим оружием, это раз. Второе, и самое интересное, официальный орган, рупор Министерства внутренних дел Украины заявил, официальный, опять же, это не какой-то телеграм-канал неизвестный, что ИЛЕ, значит, радиостанция финская, готовит опровержение того, что происходило на предмет его консультации с этим главным суперинтендантом финского ФБР. Где опровержение? Почему нет опровержения? Если нет опровержения, тогда, мои дорогие украинские друзья, выступите, скажите, мы ошиблись, или опровержение будет в январском номере, или как бы, ну, вы как бы закончите, закольцуете эту тему. Это вы лепите горбатого, а потом выясняется, что вы просто насвистели, и после этого вы говорите, что ситуация в Украине ясная? Нет, она мутная, вот это еще одна муть. Напомните, может быть, контекст для тех зрителей, которые только присоединились к нам и впервые об этом слышат, если коротко, могли бы вы напомнить контекст этой истории? Конечно. Контекст такой, что по каким-то неизвестным каналам в самом начале лета на кораблях или на паромах непонятно как в финский порт попало то оружие, которое украинцы получили от западных стран. Мы не знаем какое оружие, мы не знаем сколько было различного рода посылок, но следы этого оружия обнаружены в Северной Европе, и финский ФБРщик пытался понять, что там происходит, сунулся туда, сунулся сюда, похоже, оружие шло из России, но ни к чему не пришел, поэтому дал то самое скандальное интервью, после которого украинская пресса дико возбудилась и написала всякую фигню о том, что этого не было и все, но это ясное дело, что это было, и ясное дело, что это дело просто прикрыли по высоким политическим соображениям, потому что если Украина начинает на сторону продавать оружие, которое оно получило от Запада, то вы сами понимаете, какое влияние это имеет на будущее поставки вооружения. Ну и в завершении хочу вас спросить о новости последних дней, это встреча Зеленского с Байденом, его полет в Соединенные Штаты, как это оценивают, кстати, в Соединенных Штатах и что думаете вы по поводу этой встречи, насколько мы понимаем, все-таки результат себя оправдал, но Зеленский впервые решил, что выезд из Украины возможен и полетел, да. Мне дико понравилась форма Зеленского, он молодец, он ходит в этом зеленом полувоенном свитере и Байден со своими дорогущими костюмами с таким ярким галстуком, Зеленский в обычных штанах, похоже на военных ботинках и в этом свитере, это было очень здорово, это вызов своего рода ну как бы истеблишменту или вызов тому, что происходит, как положено одеваться и все прочее, как он себя вел, это симпатично. Результаты этого, ну во-первых, есть миллион разных источников, которые лучше меня изучили, этот вопрос, поэтому я об этом говорить даже не будем, посмотрим, если удастся увеличить поставки оружия, ну и замечательно, хорошо, будем рады это видеть, то, что наша пресса здесь и телевидение, и то есть очень значительно и массово обобщали и освещали все это дело, включая прямые эфиры, и пресс-конференции, то есть да, это факт, это было в отличие от остального времени действительно очень-очень топовой новостью, тут надо это просто признать, это так и было, а результаты, ну посмотрим, наше дело тут, как говорится, наблюдать, мы не знаем, какие там мы, я не присутствовал, в отличие от всех экспертов, которые по всем каналам теперь бегают на этой встрече и не знаю, о чем они там говорили. Ну что ж, будем наблюдать, спасибо вам, профессор университета Джонса Хопкинса Виктор Серебряный был с нами на прямой связи, ну и до следующего раза. Спасибо, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok